Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы начнём играть в City Skylines с новым дополнением Snowfall. Дополнение выходит завтра, сейчас вы можете смотреть на ранний, скажем так, доступ для ютуберов, предоставленный разработчиками. Ну и, собственно, мы начнём сегодня небольшой летсплейчик, чтобы посмотреть на новый контент, может быть, повыполнять по возможности достижения, поэтому будем играть без модов. И, в целом, что же нового добавлено этим DLC в игру? Во-первых, добавлен отопительный сезон, то есть температура, фактически зима, я не знаю, насколько там весна-лето, да, весна-зима, точнее, весна и осень, точнее, реализованы или нет, но посмотрим. Я надеюсь, мы увидим, мы будем играть на заснеженной вот такой вот карте, может быть, там просто нету более-менее тёплых периодов, но будет, собственно, видно. Также добавлен новый вид транспорта, трамвайчики, добавлено там, ну, небольшое количество, на самом деле, новых зданий, и проблемы со снегом на дорогах добавлены. То есть довольно интересные новые игровые механики, вот, но в целом дополнение, ну, я бы сказал, не блещет количеством нового контента. Вот, ну и давайте теперь на всё это дело мы посмотрим. Как я уже говорил, будем играть на снежной карте, с, да, с большим самым процентом площади под застройку, и давайте начнём. Будем смотреть, 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 как можно быстрее на всё. И повторю, что это будет небольшой, скорее всего, летсплейчик. Просто мы посмотрим на новый контент, может быть, до 100 тысяч жителей город доведём, но посмотрим, как оно попрёт. Дальше играть смысла нет, потому что игра замедляется просто невероятно, и, ну, мне это не нравится. Вот, хорошо. Начнём мы, как всегда, построим дорогу, удалим дорогу, и... У нас открылся доступ к односторонним дорогам. Вот. Снежок. Снежок. Вытоптанный какими-то оленями, наверное, да? На луну даже похоже. Вот. И ещё, кстати, сразу тоже хочется сказать, добавлены цветокоррекции, варианты цветокоррекции. Разнообразные. Мы будем играть на полярной, да? Можем так прикинуть, как это всё выглядит. На фоне, в принципе, видно, как меняется цветокоррекция. Мы будем играть на полярной. Вот. И всё, поехали. Поехали строить наш городок. Городок на северном полюсе на каком-то. У нас как раз полярные дни, полярные ночи. И полярная карта, полярный город. Так. Всё. Давайте. Начнём строительство. Так. Где у нас, в принципе, не будем, наверное, далеко куда-то уходить. Постараемся как можно меньше денег сейчас потратить. Но хочется, опять же, сделать более-менее какое-то ровненькое кольцо такое. От которого мы будем отталкиваться. Так. Не забываем переключаться. Попробуем сделать это, насколько можно, более симметрично. Вот как-то так. Вот эту внутреннюю часть мы удалим. У нас красивое кольцо получилось. И теперь нужно подвезти к нему наши основные дороги. Наши основные шоссе. Так. Окей. Ну, как-нибудь вот так, я думаю, мы сделаем. Можно, кстати, попробовать ровненько. Как-то более-менее вот так вот. Это же за... В принципе, неплохо. Так. И... Вторую дорогу тоже соединяем. Место... Блин, надо было места больше оставить. Слушайте, действительно. Я забыл же, что мы потом будем улучшать эти дороги. Как-никак. Как-нибудь мы сделаем это вот таким вот образом. И теперь... Нет. Дальше. Ближе. Во. Ну, почти. Почти красиво. Почти так, как меня это дело устраивало бы. Вот. Теперь самое главное не перестараться. Это очень легко здесь сделать. И строить понемногу. Не спеша. Блин, не видно на белом вот этом вот фоне. Немного не видно... Вот этих вот... Подсказывательных полос. Так. Маленький кусочек для... Района... Жилого. Вот тут надо... Побольше, на самом деле. С запасом делать. С определенным. Потому что здесь мы будем расширять этот район. Это для промзоны. Так. Все. Хорошо. Ставим теперь... Наверное, попробуем в этот раз сыграть через угольную электростанцию. Потому что раньше я никогда ее не строил. Все. Через ветряки играл. Попробуем на этот раз поиграть немного по-другому. Поставим сразу водонасосную станцию. Воду брать мы будем здесь. Тут хорошее сильное течение. Ну и чистая вода отсюда идет. Сливать воду мы будем сюда. Соединяем все это дело трубами. Так, чтобы... Ну, хотя бы так для начала, да. Ну, хотя деньги у нас еще есть. Мы немного сэкономили. Поэтому можем, наверное, провести и... Еще один ряд труб сразу. Так. Так. Так, хорошо. Этого мне пока что хватит. Не будем тратить лишний раз денежку. И проводим, естественно, энергию к самой электростанции. И от электростанции куда-то... Ну, во-первых, вот сюда. И сюда. О! Как-то так. Ну и будем сейчас смотреть, куда же... Куда же еще нужно будет подключить энергию. Теперь отключаемся от паузы. Сегодня у нас, да, 17-го мы числа февраля начали играть. И посмотрим надземные дороги. Понимаете? Да, 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 да. Какие надземные дороги? О чем вы? Какие сейчас могут быть надземные... А, ну да, я молодец, конечно. Начал игру. Мы ушли уже в минус. А я еще ни одного района даже не построил. И жду, когда же будут заселяться. Когда же они заселятся, думаю. А они что-то не заселяются. Че же они не заселяются? Негодяи. Не хотят жить в моем городе, понимаете ли. Ща мы их раздуплим. И просто не знают, куда им заселяться. Все. Как-то так. Потратили кучу бабла только. Попусту. И, как всегда, здания начали строиться дальше всего от проложенной линии электропередач. Логично же. Почему нет? Почему не построиться им где-нибудь там? Ну ладно, проведем. У нас деньги есть. Я немножко запас специально оставил. Чтобы как раз на вот случай такой вот беды. Отлично. У жителей теперь есть вода, есть слив, есть энергия. Они могут прекрасно заселяться себе потихоньку. И сейчас нам нужно, чтобы как-то промзона наша начала развиваться. Коммерческая, да? Уже немного магазины построили. Во, промзона пошла. Ну, хотя бы промзона начала развиваться там, где нужно. А не с этого конца. Потому что деньги у нас сейчас закончатся, между прочим. Так. Нужна промзона? Да, во, о, хорошо строится промзона. Отлично. Давайте посмотрим теперь на здание. Здание, здание, здание. Вот это здание, по-моему, совершенно не поменялось никак, да? И то, что вокруг зима и снег на него никак не действует. В отличие от вот этих всех зданий, да? И они все засыпаны снегом. Довольно приятно. Ну, хотя тоже тут текстурка у снега, ну, такая слабенькая, я бы сказал. Однотипная довольно. И даже на крышах, как будто бы какие-то олени походили. Так. Во, город довольно хорошо, бодренько развивается. Из минуса мы скоро выйдем. Надо только новые районы, наверное, жилые нам, да? Хотя нет, еще есть место для... Для жилья нашим жителям. Во, деревушка. Снежная свалка. Новое сооружение. Я его долго искал, потом оказалось, что оно вот в разделе дорог. Снежная свалка, собственно, собирает снег. Снегоочистительные машины будут ездить по нашему городу и собирать снег. Что довольно нужно и полезно. Потому что ускоряет движение всего нашего транспорта. Ну, точнее, снег его замедляет, да? Эти машины, они ускоряют, соответственно. Давайте мы построим здесь... Вот опять же, да? Односторонняя дорога. И у нас вот эта часть будет просто захламлена. А. А вот и способ избавиться от этого... Ммм... Стоп. Нет, это обычную свалку. Обычную свалку мы можем располагать как раз где-то здесь без проблем. А вот свалку, которая нам снег чистит, да? Где она? В дорогах. Вот здесь. Нужно, наверное, будет расположить вначале на въезде в город. Потому что... Хотя, если... Если... Здесь сделать съезд небольшой, да? В принципе, можно ее расположить и здесь. А. Нужно просто будет здесь организовать... Небольшой мостик, чтобы наши машинки могли сразу сюда съезжать. Давайте, пейджапом поднимем немного и... Ну, вот такой вот... Может, даже поближе, насколько это... Можно будет, да? Построить. Поближе. Вот как-то здесь, да? Вот так. Хоп. И съезд. Съезд. Так. Давайте дорогу закруглим. Съезд куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. Так. Это надо было в одностороннем порядке все-таки делать. Ну, ладно. Давайте съезд такой же здесь сделаем. С этой стороны, чтобы... Типа симметрично было, что ли. Вот так. По-моему, у меня меньше получился. С той стороны. Нет. Вот так. Так. Ну... Почти. Почти. Так. Здесь можно его... Ну, здесь тоже надо его сразу делать вот таким напрямую. Как-то пытаться соединить. Давай вот так вот сделаем. Пойдет. В принципе. Меня-то устраивает. Так. Только все я не в ту сторону сделал, похоже. Похоже, похоже. Или в эту. Да. Вот эту часть я не в ту сторону сделал. Развернем. Вот. Так. Так. Стоимость. 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 Нет. Вот вроде бы все. Хотя не знаю. Это, по-моему, двухсторонний у нас получилось. Но не суть. По идее, если мы сейчас выберем нашу, да, снегоочистительную, то... Да. Вот эта часть длиннее вышла намного. Потому что тут, наверное, расстояние было разное. Ну, ладно. Это не критично. То есть, на вот этой вот части, а ее скоро снегом заметет, и наши снегоуборочные очистительные машины, как правильно, не знаю, они не будут чистить вот эту часть. Вот этот маленький кусочек. Гадские машины. Потом можно будет развернуть их, да, как-то вот так, по шоссе, и тогда они будут все шоссе чистить. Но я, правда, не знаю, шоссе будет заметать снегом или не будет, но посмотрим. Так. Нам нужно больше жилых районов уже. Мы тут увлеклись дорогами, а нужно расширять наш городочек. Поэтому давайте мы построим еще район жилой один. И, наверное, что там по деньгам? 800. Хватит. Пока нам одного жилого района. Я не хочу в минус уходить далеко, поэтому... Пока что будет так. Промзона. У нас место под промзону есть. Пока его никто не занимал. Ничем. Нам нужно пока больше жителей в наш город завести. Давайте посмотрим, как эти машинки работают. Снегоочистительные. Это простая свалка. Это как раз снежная свалка. И машин я пока не вижу. Но они где-то по городу гоняют. Наверное, давайте сейчас найдем. А может, просто снегом еще не замело ничего. Но вот это как раз от свалки машины едет. Так, где наши машинки, снег, которые чистят? Нет. Не видать. А на туре где она? Машинки тоже так снегом посыпаны все. Абсолютно все. Хм. Во. Поехали. Поехали. Очистители. Попаду. Попаду. Вот. Могу же я выключить? Да, могу выключить. Вот эту штуку. Вот такая вот махина. Ездит и сгребает снег. Как она его сгребает, я не совсем понимаю, если честно. Потому что она, по идее, просто его... Ну, точнее, я не понимаю, как она набирает снег в себя. Потому что вроде бы как она должна... Ну, во всяком случае, как у нас, да? Вот в городе ездят машины. Вот этой ковшом... Не ковшом, как это? Не ковш. Это, ну, короче, вот этой штуковиной. Она просто сгребает снег в сторону, да? И сзади просто высыпает песок. Чтоб сцепление и трение было получше. Ну, вот. Насколько я понимаю, как это дело работает. Но тут они почему-то загребают снег. Ну, два в одном, наверное. Потому что, может быть, какие-то машины у нас ездят, да? Снег собирают. Но я не видел их, честно. Потому что, по-моему, не собирают. Я вот выхожу, да, на улицу. И вижу просто горы снега. Ну, сейчас не вижу. Сейчас все растаяло уже у нас почти. Но, в целом, горы просто снега везде. Вокруг дорог. Но тут они собирают. Так, хорошо. По деньгам мы потихонечку идем в плюс. Промзона наша растет. Рабочих немного не хватает еще. Что еще у нас открыто было? Давайте мы посмотрим. Школа начальная. И поликлиника. Надо бы, наверное, поликлинику поставить. Но вроде пока никто не болеет. И пока что, как ни странно, пока что никто не мерзнет. И это хорошо. Нам пока везет. Потому что, когда начнут мерзнуть, придется строить новые здания. Давайте побольше коммерческих зон люди требуют. Организуем им сразу с запасом. Вот так вот как-то. Вот это, наверное, я счастье. Вот эти просто почищу. Пожарное депо. Полицейский участок. Хорошо. Так, вот это мы пока что убираем. Тоже, пока нам это не нужно. Окей. Что нам действительно нужно, так это в любом случае расширять вот эту вот часть нашего поселка. Расширять мы его будем, наверное, вот сюда. Вот таким вот образом. Пожалуй, да. Да, как раз чётенько. Вот. Уберем линию электропередач отсюда. Она нам тут не нужна совершенно. И заселим жителей. Пока что так. Потом вот эту часть тоже лэпов уберем. Так, что там по энергии у нас. Энергии пока что ещё хватает. Но. Но. Уже она заканчивается потихоньку. Нужно будет ещё одну угольную ставить. На ветряки переходить как-то у меня желания особого нет. Но с другой стороны, ветряки не требуют ни трафика, ничего совершенно. Я даже не знаю. Но максимум, что я могу выжать на этой карте, это с одного ветряка, это вон 8 мегаватт. Вот здесь по восьмёрочке можно выжимать. И это как-то грустно. Ну да, 1,8 тут как раз и написано. Что такое 8 мегаватт? Это ничего. Вот, кстати, энергия уже заканчивается. Ну да. Ну ладно, давайте поставим пока пару ветряков. Денег у нас, кстати, хватило бы ещё с головой на эту. Давайте сразу переделаем вот эту часть. Быстренько, пока никто не видит. Оп, чик, всё, всё работает, вода есть. Всё хорошо. Всё хорошо. Политики пока тоже меня не интересуют. Политики, они... Сейчас нам просто-напросто не нужны. Вот, да, вот здесь прекрасно видно, что вот эту дорогу уже заметает довольно сильно снегом. Но наша машинка едет и, да, смотрите, как сразу... Кстати, перед машиной прямо за несколько метров снег тает. Класс. Пойдёт. Пойдёт. Ну, хорошо. Меня, в принципе, это устраивает. Шоссе не замерзает. Там, наверное, просто, да, движение, машины ездят и снег, ну, постоянно. И... Ну, хотя тут вроде бы не ездят, но в теории должны ездить. Наверное, шоссе просто не мёрзнут. Так, хорошо. Потихонечку развиваемся. Свалочка у нас на 1% заполнена. Здесь тоже на 1% заполнена. Промзона нужна. Ну, промзона у нас пока есть. Ну, люди прибавляются. Хорошо. Хотел докрасить, да, вот эту вот часть. Во. Хотел, докрасил. Всё. Пойдёт. По деньгам мы идём уже в хороший, добротный такой плюс. И, наверное, всё-таки, если нам сейчас энергии будет не хватать, то я поставлю всё-таки... Кстати, нам что нужно поставить, так это, наверное, больничку. Какую-нибудь больничку-невеличку. Давайте где-нибудь вот здесь, наверное, дом 1 снесём. Или здесь. На пожарку денег не хватает, но пожарку тоже надо. Определённо будет ставить. Ну, пока что ждём. Деньги экономим. Люди хотят больше промзон. Но у нас есть ещё места под промзоны, так что... Новые службы, да? Блин, слушайте, подсказки эти. Выключить бы их как-то. Так, ну хорошо. Я думаю, мы можем включать скорость уже. И, кстати, здание уникальное сооружение. Ага. Это у нас... Я просто не помню... А, нам... Монументы. Чтобы открыть, нужно строить те или иные здания. Да? Я просто не помню, как у меня сохранился прогресс с моих старых сейвов. Потому что сейвов у меня только совсем старые остались. А вот с последнего сезона сейвов у меня не осталось. Поэтому здания, скорее всего, которые мы разблокировали в прошлом сезоне, да? Которые с ночной жизнью связаны, они у меня сейчас будут заблокированы, насколько я понимаю. Запрет курения, домашних животных, украшения города, вторая закладка уникальных сооружений. Это всё нам пока не интересно. Памятники тоже ставить пока не особо собираюсь. Сейчас это просто ещё не нужно и будет только тратить деньги из бюджета. Вот что нам действительно нужно, так это продлить водопровод. Так. Так. И вот так. Пока что этого нам хватит. Не забудьте построить школу. Школа это на самом деле тоже очень хорошо. Потому что образованные граждане меньше мусорят. Ну вот тоже хочется её поставить куда-то в центр. Не хочется эти здания рушить, как ни странно. Ну, блин, что поделать. Давайте поставим всё-таки сюда её. И что нам ещё надо? Больничку мы построили. Пожарочку. Пожарочку вообще, да, было бы хорошо. Только её надо как-то поставить так, чтобы... Да. Радиус у пожарки маленький. Поэтому, наверное, придётся строить одну где-то здесь, а вторую где-то ещё вот с этой стороны на промзоне. Потому что промзона горит очень бодро. Очень бодро. Ну, надо ставить здесь её, наверное, сразу, да? С ходу. Так. Ну и всё, денег у нас нет. Чё я думаю тут? Чё, чё я думаю? Думать нечего. Скорость включаем. И погнали. Погнали. О, вот уже бандиты грабят кого-то там, видимо. В каком состоянии здание? Информационное позволящее происходит в выборном здании. Блин, подсказки эти. Скучные. Открыта крупнейшая в мире солнечная электростанция. Ещё не открыта. Пока что. Нужна куча народу для того, чтобы она была открыта. А, кстати, чё у нас по энергии? Блин, энергии не так много, как хотелось бы. А-а-а-а. С полицией, да, нам нужно срочно полицейский участок ставить. На него нам нужно... Ну, кстати, мы его сейчас и ставим. Прям сходу. Единственное, что это, опять же, определённые затраты на... Так, где тут мы... Меньше бедно творим, поставив... Во-о-о-о, нам нужна электроэнергия. Электроэнергия. Срочно. Шесть тысяч. Три тысячи есть. Ну, практически по две мы плюс получаем. Я думаю, мы дождёмся. Поставим ветрячок, хотя... Не, ну, по две получаем ещё. Я думаю, мы прорвёмся. Практически пять у нас уже есть. Ну, давай, 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 давай. Ещё чутка. Чутка и будет нам... Есть. Ставим, ставим. Семь, восемь. Есть. Ну. Чё-то такой незаметный плюс пошёл, по-моему. Ой-ой-ой, мы в минус всё дальше идём, по-моему. Всё же. Мы можем поднять, во-первых, налоги. Ставим на 12%, по-моему. Или на 13% даже можно оставить, если я не ошибаюсь. Ставим на 13%. Можем просто поднять вот так вот. Бюджет для энергетики. О, и всё. И проблема, собственно, решена. Временно. Временное решение. Определённо это несерьёзно. Поэтому... Как только денег мы наберём достаточно, нужно будет ставить... Я, наверное, всё-таки поставлю ещё одну. Угольную. Так, не хватает рабочих. Каких рабочих нам не хватает? Просто рабочих не хватает. Неважно, каких. Хорошо. Мы сейчас проблемы с энергией решим и будем расширяться. Я согласен. Но у нас всё равно уже проблемы с энергией возникают. Сколько она? 19 тысяч стоит. Так, по деньгам мы вроде держимся на плаву нормально. Плюсик идём. Так, хорошо. Ставим вторую угольную. Есть контакт. И... Теперь будем расширять наш жилой район. В разные стороны. По деньгам. По деньгам не густо. Мы много не расширяем здесь сейчас. На эти... 3 тысячи. Ну, хотя бы давайте вот так. Один квадрат. И второй квадрат нам хватит. Точно. И заселяем его сразу же. Так. Коммерческие зоны хотят. Не вопрос. Коммерческую зону можно организовать. Будет где-то здесь довольно неплохо дальше. Ещё места для неё немного, но есть. Так. Не забудьте на новую разблокированную службу. Блин, ты мне это каждый раз будешь слушать? Мне надо подсказки как-то поискать, как выключить можно. Так. Хорошо. Хорошо, что водопровода у нас хватает в целом. Давайте продлим его вот так. Не хватает просто труб. Но трубы все эти нужно будет заменить. Кстати, улучшение для труб у нас тоже, да? Есть кнопочка сразу. Можно будет потом поставить вот эти вот. Всё это дело мы будем заменять. В любом случае. Так. Чё-то мы пока в минус идём. Ну как, по сравнению с тем, что было, да? У нас было плюс 4 тысячи. Ну мы службу построили немного, да? Поэтому и... А и домов немного снесли тоже. Поэтому в минус. Ну, городочек расширяется. Хорошо так бодренько расширяется. Давайте, наверное, ещё один блок вот здесь построим. Оу, нет. Это не то, что я хотел. Хотя коммерческие зоны можно здесь отдельными магазинами было бы построить. Но пока что мне это не надо. Пока с коммерческими зонами нам хватает. Можно промзону расширить. Это да. А, там свалки. Я просто их не видел. Так. Промзону мы будем расширять вот сюда. Потому что... Пойдёт. Поздравляем развивающийся городок. Новый... Новый квадрат этого города. Можно прикупить расширение площади его. Общественный транспорт. Третья закладка сооружений. Трамвайчики. Трамвайчики. Что? Да. Надпись не эта. Недоработана ещё. Ну, ничего. Это доделают. Специализация на горнорудную промышленность. Здесь, кстати, по поводу специализации я хотел посмотреть. Вот шоссе с... Не шоссе. Четырёхполосная дорога с трамвайными путями. Сейчас мы их будем строить. Везде. Где только сможем. И... Да. Новые трубы. Система водопровода, которая также может передавать тепло. Соединяйте такими трубами отопительные комплексы и здания, нуждающиеся в обогреве. Вот сейчас мы в минус просто в лютое уйдём, я думаю. Так. Трамвайное депо. Депо такси. Ну, да, такси у нас было. И вот два новых здания. Геотермальная отопительная станция и котельня. Вот. Хорошо. Я думаю, что сейчас мы для начала вот это вот всё обозначим промзоной. Вот. И я думаю, что на этом мы закончим пока что нашу первую серию. Да, пока что нам это неинтересно. Школа пока нам не светит. Первую серию закончим. Городочек наш потихоньку развивается. Медленно, но уверенно довольно-таки, да? Снежные территории мы осваиваем. Потихоньку, да? Вот. Ну и, собственно, в следующей серии продолжим разбираться. Как раз следующая серия у нас будет посвящена отоплению. Ну, а пока что я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся обязательно в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok